И вот в том году, после ухода Гурудева, мы были на Гаурапурниме, и я могу только вот, если это желаете, зачитать небольшие отрывки, как прославил Гурудева Вишнудайта Махарадж, и что потом сказал Саду Махарадж о Гурудеве из прогулок со святым. Вишнудайта Махарадж, я просто записывала, ну, сами понимаете, там, какие-то фразы, не какие-то, ну, фрагментарно. Вишнудайта Махарадж сказал, как мы знаем, недавно Шрила Гурудев ушел, вот, что является сильнейшей болью, самой сильнейшей болью, это только разлука с Вишнавом. И Гурудев нас ругал, заботился, наставлял нас, и он всегда присутствует в своих книгах теперь, вот сейчас. Он часто меня торопил переводить его книги «Виданта Сутру», «Багаватамрита», вот, и не будет ни одной самбрадайи, которой бы не признали «Виданта Сутру» в его комментарии. Вот. Десятая песня уже опубликована в комментариях Шрилы Гурудева, он сказал. Матхурия Хаданбини выпустилась в конце его ухода. Написал свои комментарии на комментарии Вишнадхичи Краварти Такура. Гурудев был энциклопедией Гаудия Вайшнавов. Он составил пять статей, вот, не успела написать каких-то. Он писал о важности Дикша и Шикша по рампоре. И что Шикша важнее, и что оба нужны, он объяснял природу гуру. У него было возвышенное общение, и он слышал таттвы от тех, с кем он общался, с возвышенными старшими. Любимая тема его была Джива Таттва. Он сказал, пока мы не поймем, что мы не падаем в свои мунгли, мы не можем начать баджан. И что мы происходим из Таттва Шакти, а не из Сварупа Шакти. Он сказал, что надо иметь настоящего гуру, а не просто ритвика. Наша линия не закончится никогда, и его ученики достойны. Эта линия и по рампорах не прекратится. Сам Кришна приходит и устанавливает эту линию. Гурдев говорил, никогда не будьте ленивыми в изучении Сиддханта. У него есть замечательные ответы на вопросы наши в прогулках со святыми в этой книге. Она на русском не издана. Ее читает Саду Махарадж. Сейчас, если можно в интернете, ее послушать в переводе Саду Махараджа. Он, потому что знал всю Сиддханту, у него есть замечательные ответы. И Гурдев говорил, что меня очень впечатлило, как бы из всего, ну как бы не из всего, но это для меня лично. Потому что я в самом начале еще посмотрела, что я книгу приобрела Джайва Дхарма в 2004 году в Волгограде, ну или после Волгограда. Но я ее когда открыла, я на пятой странице где-то заткнулась и все. Вот. И когда Вишнудайта Махарадж сказал, что Гурдев говорил, я читал Джайва Дхарму 108 раз, я ее приехала, я ее прочитала. Но я ее, не могу может перерассказать, но я ее усилила прочитать. Потому что Джайва Дхарма, это суть всех Вет и Куран. Она даст вам силу и она переводится на все языки. Она есть на русском языке. Там последний главный. И у нас нет времени, на что за другое. Нам надо изучать его лекции. Нам будет понятно все тонкие моменты. Вишнудайта Махарадж сказал, что Гуру тяжелее, чем Бог. Потому что в его сердце находится сам Бога Ван. В Гуру. Он говорил о правильности второго посвящения. Почему недостаточно Харинаму? Гуру, иди ко мне. Гуру. 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 Ума, ты че? Гуру. Гуру. Субтитры сделал DimaTorzok Воспоминания преданных о нем, личное опыт общения с ним, у кого какие-то были такие яркие, может быть, запоминающиеся моменты. Мы написали, что это очень важно не только для нас, но и для тех, кто сейчас приходит в нашу сангу. Пожалуйста, преданных, не поленитесь, напишите каждую свою историю, пусть коротенькую, маленькую. Из тех, что уже прислали эти истории, я могу вам рассказать, до какой степени Гурдев всегда все подмечал, заботился, до какой степени он любил нас. И мы были действительно им дети. И преданных писали эти истории, рассказывали их, они переживали это. Их такой личный опыт немножко поделюсь, я не буду называть мир, просто так вкратце расскажу. Был фестиваль на Картике, было жарко, была насыщенная программа, утром лекции, в обед, что-то вечером. И в общем, естественно, все надо было быстро, и все это делать очень так, скажем, поторапливаться там где-то что-то, где-то не омылся, где-то там что-то не успел переодеться, где-то еще какие-то варианты. Но одна преданная, она так очень следит всегда за собой, как бы так всегда очень аккуратно одевается, всегда, говорит, всегда, я всегда была там с иголочки, все наглажено у меня, говорит, все это, всегда макияж, как бы, и жарко, как бы, пять раз на дню приходилось совершать омовение, пять раз она, как бы, красилась, соответственно, после того, как смоет весь макияж. И, говорит, дает лекцию о том, что мы не тело, о том, что мы не тело, что мы очень много внимания ему уделяем, ну что-то, и останавливает лекцию, и поворачивает, говорит, смотрит прямо на меня, и такой, а некоторые красятся по пять раз на дню. Я, говорит, я была, допустим, не поражена, общая масса, двадцать тысяч человек народа, столько людей там, не знаю, как он, говорит, мог меня разглядеть. До такой степени, как бы, таких случаев, как Горобек проявляется в нашей жизни, на самом деле, очень много, каждый из нас может рассказать эту историю, как он пришел, Горобек, как он общался с ним, как он увидел его первый раз, на самом деле, это мистические вещи. Я видела, как бы, в Академическом чудеса, неоднажды, как бы, поэтому, такие вот истории, как бы, и мы бы хотели, чтобы вы правду собрались, напишите, не поленитесь, немножко, буквально, абзац-два, вот, и мы соберем это все в одну книгу и сдадим, это будет очень важно для преданных, читать такие вещи, как бы. О себе могу сказать, что я поняла только одно, что я перед Городеевым неоплатно в долгу, и я никогда не смогу отдать ему этот долг. Я хотел прославить Городеева, но я думаю, что я расскажу одну историю, которую практически никто не слышал. И я даже читал книги Мадова Махараджа, ее нет этой истории. Мне повезло услышать эту историю, и почему-то она нигде не записана, ее почему-то никто не говорит и так далее. Это история о том, как Городеев оставлял свой дом. Это Шрила Городеев. Я приехал в 2003 году в Новодвипу, и Городеев еще не приехал, где он надо, где он мат. Но преданные уже стали собираться, и западных, ну было, наверное, 20-30 человек уже собралось перед парикром. И приехали две девушки из Хорватии. Они ездили в деревню Городееву, в штаб Бихарка, Тревени. Тревени деревня? Треварикор. Треварикор. И они рассказывали о том, что они там видели, и о том, что они там слышали. Они рассказывали часа полтора, и я никогда не видел столько слез. Потому что, что они рассказывали, все просто плакали и сидели. То есть они привезли вот это настроение разлудки. То есть когда они приехали в эту деревню, они погрузились в эти отношения, в которых Городеев находился в деревне со своими близкими. То есть с братьями, с сестрами и так далее. Оказывается, что Шилу Городеева очень любили там деревню. То есть вообще индийцы, они умеют любить. Мы, белые, любить не умеем. Мы любим себя на самом деле. А индийцы не умеют любить. У них сердце большое, мягкое и так далее. И они рассказывали, что комната, как Городеева, до сих пор сохранена. То есть прошло около 60 лет. 60 лет прошло. А хижина, в которой Городеев родился, вырос, она сделана из глины с соломой. И глина с соломой, она постепенно как бы размывается дождями. Глина с соломой на воск, по-моему. То есть вот такая вот смесь. И жители деревни, жители деревни, да, они эту комнатку, они ее содержат в чистоте, как святыню. Как святыню. То есть его настолько любили там. И они рассказывают, что когда братья и сестры, которые еще остались в живых, они, когда рассказывали, водители плакали. И вот они рассказали достаточно такую интересную историю, которую я ни разу не слышал. Что когда Шрила Городеев стал гау-де-ла-шнау и начал распевать святое имя, у него возникло желание оставить дом. И оказывается, то есть вот везде имадам Махараджи пишет, что Городеев оставил и ушел. Но на самом деле все это было не так. Что Городеев пять раз вставлял дом и четыре раза возвращался. То есть на самом деле и пять раз вставлял он дом Городеев. Пять раз, четыре раза возвращался обратно. Потому что у него была жена, у него была дочка, он очень-очень любил. Никто его не хотел отпускать. То есть все знали, что Городеев хочет любить. Вот эти привязанности к семье, что он действительно любил всех, и его любили, они его четыре раза назад возвращали. И на пятый раз Городеев услышал голос, что если сейчас ты не оставишь, то ты больше никогда уже не сможешь оставить. Городеев оставил, и он уехал на Вадигу, в Дзивананда Гао-Гиамак, а, к Парамбарюдееву. Ну это известная история, что его уже встречали на вокзале. И все деревни даже не знали, куда он ушел. Мы без Новых Придняев не слышали, как встретили Городееву в вокзале. Что? Не слышали, как Городеев встретили вокзал. Они не слышали, мы не знали. Историю там. Как вы? Когда я его встречал, вам она Махарашка встречала? Молодые, Новые Придняевы. Расскажите еще раз. А когда Городеев приехал на вокзал в Новодвипе, он вышел из поезда и увидел встретить брахмачари. И брахмачари подходят к нему и говорят, ты на рай? Говорят, я на рай. А тут ты знаешь, что я на рай. А мне, говорит, Городеев, духовный учитель, сказал, что он должен приехать, я говорю, преданный. Его зовут, говорит, на рай. Так что погибли и его встретили. Это был, по-моему, это был Вамана Махараш, да? Вамана или Вамана Махараш? Да, он вообще приехал в вокзал, и у него какой-то этап был? Чемодан. Ни чемодан. Лакат. А? Лакат. 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 А, Лакат. А, Лакат. Лакат, да, там, хорошенько. И он начал кричаться там. Кто ты варезе, кто ты варезе, кто ты варезе, кто ты варезе, кто-то есть? И так кричал он. Куча пошел Ваману с вами барать. Он кричал, и Гурдель начал думать, что Тивари это я. Ну, откуда они знают, что это я. Я никому не написал, никому не послал, что я приезжал здесь. Когда он пришел в него, он сказал, Тивари это я, ну, меня есть где? Они сказали, да. Куча пошел Ваман Махараш, да. Он сказал, что кто пошел Ваману? Он сказал, Гурдель. Гурдель откуда узнал? Нет, Гурдель узнал. Он сказал, мой ученик сейчас приезжает. Надо отцепить. И что дальше? Дальше кажется, что в деревне родня не знала, куда поехал Гурдель. Не знали. И они целый год или два года не искали, где он. Они даже не знали, куда он поехал. И только через два года нашли Шилу Гурдель. Или через год они нашли, что он служит в Гивананда Гаурио Мархе. И тогда мама Гурдель послала человека к парам Гурдель. И она попросила, что это у него жена, у него дочь. Это мой любимый сын. Я прошу тебя, пожалуйста, отдай мне сына обратно. Пусть он тебе служит. И парам Гурдель отправил Гурдель обратно в деревню. Он говорит, я же к мальцепи. И Шилу Гурдель уехал обратно в деревню. И он пробыл там какое-то время. Какое я еще не помню. Может, недели, может, поменьше. И он все равно оставил и вернулся обратно. Так и лишь пробыл. Он говорит, что Гурдель уехал обратно в деревню. И пробыл там. Может, неделю, может, месяц. Но потом обратно вернулся. Сказал, больше меня назад не посылайте. Я так слышал, что один раз его сестра, брат, извините, я поговорил. Брат сам сказал, что в такой ситуации было, что у него это не только один человек. Может, потом мне сказали, что 33 раз была такая ситуация, что один человек попал там на воде. И когда увидели Гурдель уехал, они сказали, что это наш человек, наша деревня, кому мы нищим сколько, один год или полтора. А когда они думали, что это он, и потом он поехал обратно в деревню. И сейчас серий командный пришел от деревни. Много-много народ пришли. Потому что деревни очень близкие отношения. Почти как все деревни, как зимы. И сейчас много-много народ пришли. И Ран Гурдель сказал, что надо послать у него. Ран Гурдель сказал, не знаю, что надо делать. Тогда Гурдель пришел. И серий ночи он не спал. И серий ночи он грик Тарас сказал своей жене. И серий ночи он сказал, посмотри, я пришел к этой человеческой теле. Я человеческий человек, это очень-очень редкие жизни. Это от этой жизни, от этой цели я могу служить Господу, или я могу служить маму и моей семье. То есть он в деревню вернулся? Да, это с женой целую ночь он разговаривал. Один-два ночи он там остался, там ночью он говорил, что вот так, если ты меня будет послать и соглашение мне даст, я пойду обратно в храм и я буду служить Господу. Какой я в прогрессе буду делать духовный, это результат ты тоже получишь и моя семья тоже получит. И он, по-моему, говорит, могучий и сильный, он так рассказал все, что жена сам согласен и утром она сказала, хорошо, пусть он пойдет к храму. Потом, говорит, обратно взял все, что у нее было, вообще-то ничего не было и все. У него такая ситуация была, что он имел один, как можно сказать? Шматан? Да, шматан? Да, шматан. То есть порт. Один порт. Горшок. 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 Он сосуд. Да. Порт у него был. Он очень-очень, как будто у него какая-то привязанность была эта порт. Он служил пути вошла в Куримараде. И каждый день они омовение делали, там, Гангар. И, когда омовение делали, каждый раз он взял это и воду наливал и вместе они пришли к храму. Один раз очень сильный горшок пришел и это потеряло. Горшок. Тогда Куримар сказал, все, конец, что отношение, что был, твоя семья, это тоже ушел сегодня. И потом все. Мы все сидели, плакали. То есть они передавали, эти две девушки, они передавали настроение этой деревне. То есть они вот приехали и говорят, что там, когда все рассказывают, они все плачут. То есть, насколько они любят. Шестьдесят лет прошло. Шестьдесят лет Горудев не был в этой деревне. Но все, кто его помнит, они помнят его любовь. Они все плакали. Это настроение, оно передавалось. И мы вот сидели таким вот кружком и все плакали. Все плакали, все были мокрые от слез. А на следующий день, вечером, на вечернем арате, после вечернего арате, Ишода Кумар зовет меня. И рядом с ним стоит пожилой индиец. И он меня знакомит. Я хочу тебя познакомить. Это, говорит, брат нашего Горудева. Он шестьдесят лет не видел его. Шестьдесят лет не видел его. И вот он, наконец, приехал повидать. То есть в деревне, там, говорит, очень мало денег. Они собрали эти деньги. И он, говорит, приехал, чтобы повидаться с Горудевым. То есть они шестьдесят лет не виделись. То есть он нас познакомил с братом. Сделал нас давать и все. На следующий день приехал в Горудев. Через день я совершал парикраму на втором этаже, где вананда Гава Диамадхи. Там каждое утро парикрама. Комната Ламана Махараджа, комната Горудева. Я проходил мимо комнаты Горудева. И там сидел Горудев. Я видел, что сидит Горудев. Вот. И я заглянул в окно, и Горудев увидел меня. И он позвал, иди сюда. Я зашел в комнату, сделал гандалаты. А он беседовал с каким-то индийцем. Он говорит, взять там угол, посиди. Просто со мной. И я сел в угол. И рядом со мной сидел его брат. Он старший брат, который сейчас приезжает на парикрам. Старший или младший брат? Младший. Младший брат. Он сидел, смотрел на Горудева и плакал. Он сидел, смотрел на Горудева и плакал. А я смотрел на Горудева. И вдруг я заметил такое внимание, что Горудев, когда он смотрит на меня, когда смотрит на своего брата, он смотрит совершенно одинаково. То есть он не делает разницы между мной и своим братом. И то есть я тогда понял, что насколько Горудев, он не привязан именно к телу какому-то. Он видит у нас нечто другое. То есть он совершенно одинаково относится, что к своему брату, что ко мне. То есть он ко мне относится точно так же, как к своему брату. Далее еще один момент. Можно добавить здесь? Ага. Был когда Горудев болел, и все так узнали, что Горудев очень серьезно болит. И не знаю сколько... Конец это... Не это карты? Постал. Да. Тогда, может быть, кто-то послал месседж у его брата тоже. И его брат пришел. И Горудев не знал, что брат его уже здесь. Горудев никогда не видел. Тогда Горудев, когда... Через сколько дней он Дашин дал первый раз? Помните? Он помню. На веку там все он Дашин дал это... У меня записано есть. Да, да, да. Когда Дашин дал, и сейчас Горудев ведет все преды, и вот так вот делал. И сейчас у его брата тоже пришел. У него пускали. И брат пришел, близко пришел. И он Дэндова взял. И Горудев вот так взял, и потом видел брат. У его брата. Горудев посмотрели реакцию. Горудев видели Брэжнатправу, и мадама рановали. Откуда он пришел вот так? Как он пришел? Откуда? И остальное всего. Вообще еще больше внимания не дал. Да. Подлежали. Вот. Еще у меня было такое... Когда мы сидели в комнате с Горудевом, и вдруг у меня... Ну, как некое откровение, что вдруг передо мной сидит Прабхупада. Я раньше видел фильмы, как Прабхупада говорит. Как он сидит, как он ест, как он смотрит на людей. И вдруг он сидит приблизительно на такое же расстояние. И раз. Это Прабхупада. То есть это Горудев. То есть я Прабхупада никогда не видел. Я его не видел. Я его видел только на фильмах. Только слышал о нем и так далее. И вдруг я понял. И потом мне уже ученики рассказывали, которые знали Прабхупаду, что Горудев, но Прабхупада это одно и то же. Вот. А я самое интересное, что мне Прабхупада, до того, как я встретил Горудева, мне Прабхупада не нравился. Я не любил Прабхупада. Я его считал экстремистом. Потому что он везде пишет, что все негодяи и все должны воспевать Харе Кришна. Все негодяи и все должны воспевать Харе Кришна. И я считал Прабхупаду таким злым дядькой, который там машет кулаком, такой революционер. Наполеон. Когда я был в комнате, я не нравился Прабхупада. Я считал, что Прабхупада все все это. Вы должны быть ущерб и я должны делать Харе Кришна Махамат. И я был очень сильным. Я был фанатик и фанатик. И вдруг я понял, что передо мной сидит Прабхупада. То есть это то же самое, то есть и Гуру Дев, и Прабхупада это едино. И я понял, каким был Прабхупада на самом деле. И потом, когда я стал читать книги Прабхупады, я понял, что Прабхупада нам хотел сказать, что он на самом деле очень любил нас, что он очень любит, что он хочет добра. И когда мы находимся, мы находимся в Киеве, мы находимся в Киеве, и мы находимся в Киеве. Можно еще маленькую историю про Прабхупада? То есть я несколько раз получил Даршан Гуру Дева, а потом я вдруг начал расстраиваться, он меня вообще не видит. Он ходит мимо и даже не смотрит на меня. Я очень расстроился, думаю, надо же, я издалека приехал, там за 4000 километров, занял денег, бросил жену, семью. А Гуру Дев он проходит мимо, и у меня даже меня не видит мимо. Я говорю, надо же, так, наверное, я зря приехал сюда. И вдруг ко мне подходит один преданный, и он начинает мне рассказывать историю о том, как Примананда Прабхуп уехал из Навадвипы и в Кешираджигао Диамадхи. И он, буквально, у меня только такие возникли мысли, да, и сразу же на следующий день ко мне подходит преданный, и вдруг неожиданно начинает рассказывать историю. Примананда Прабхуп оставил дом, уехал в Кешираджигао Диамадхи и много лет служил. И он с Гуру Девом ел, спал, Гуру Дев его, в общем, гладил, там, по головке и так далее. И Примананда Прабхуп души не чаял в Гуру Деве, и вдруг в один день он стал для Гуру Деву пустым местом. Гуру Дев проходит, даже, вы не знаете, он до Гуру Дев, Гуру Дев, Гуру Дев, это даже, как будто нет, и он так расстроился. Он собрался, уехал к вам, ана Махараджу. Выезжай к вам, ана Махараджу, все, я на рай на Махараджу не нужен, все, я буду жить у вас, служит вам. И так далее, и так далее. Ана Махараджу, так, глупости не говори, все, давай, езжай, я правильно говорю. А он говорит, почему? Я говорю, просто пришло время развивать с Гуру Дев на другие служения, не на основе тележки, а на основе служения. Так, я говорю, что все, я не надеюсь, что ты неGуру, что ты неGуру, что ты не играл от этого. Я думаю, что все, что это происходило, потому что не что. Это прям. Он говорит, я. Когда в последней ищущей, мне кажется, что кто. Шиком или Брием, Махараджу, как вы любите востри, что К ricу на второй. СDisвежи Годи, он знает, что Куриде, он делает это очень приятно. Гуру Дев, что он делает это, когда рассказывал, что форитит, не сидит. И Приманада Прабху вернулся и опять начал служить Гурдеву, и у них возникли новые отношения еще более теплые. То есть они были не связаны от телесной близости друг к другу. И они уже, все их отношения строились только на основе служения, и они строились на внутренних отношениях между собой. И я тогда понял, о, Приманада Прабху много лет шел к этому, а мне через неделю Гурдев уже заставляет. Это Мамед Ищу, я хочу добавить, мой о. Я сказал. Я могу сказать, что это пребыва. Когда Пујавр Слава Махарайдж не Приманад Прабху говори, что не скажут такие вещи, они снова. Когда Приманад Прабху приходят, то он сказал, что они теперь уже есть с такой along, который происходит с антарик, и сегодня они уже более закрыт. Я думаю, что Приманад Прабху приходили, чтобы не было с антариками, но в час уже было до этого. Я спал на левую вещь. Была такая ситуация, что когда я год не помню мою жизнь до 002, я первый раз, когда начал переводить парик рамок, и Гурдев прошел по-дамому, до этого рамотенопробу переводить. И сейчас рамотенопроб просто сидит, и Гурдев видит. Я сидел в левой стороне Гурдеву, и Гурдев прямо меня не мог видеть. Лексия был в матуре, и Рамотен попросил его. Он попросил Гурдеву, что никто не переводит. Нет, нет, Ахилейш переводит. Он сказал, Ахилейш? Я так делал. А, окей, 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 хорошо. Потом, когда Лексия кончил, я был, можно сказать, 5 метров далеко от него. Гурдев ушел от Виасасен, тогда кончил Лексия, и пришел мне и вот так. Молодец, спасибо. Вот так сказал. Мне очень хорошо стало. И вот целый день Гурдев так сказал. Да, и я пошел, я не жил в Индии в этом моменте. Я обратно в Грузию приехал. Потом я приехал обратно, второй картой, и обратно переводил. Я помню точно, что это были. И там много народов, ты не знаешь, как там, по рекламу, когда там, может быть, тысячи народов, и Гурдев искал меня и пришел меня. Молодец. Мне хорошо, очень хорошо стало, конечно. Но это было 3-4 дня так было. И сейчас обратно Лексия кончил. И через неделю или что-то, как я сейчас видел, через неделю я иду сейчас Лексия кончил, я иду, Гурдев обратно мне придет. И Гурдев вообще как будто Гурдев не видел меня. И просто так и ушел. Я думал, может быть, я неправильное место ставил, Гурдев не видел меня. Я, хорошо, я больше, как мы, вперед, я буду встать, и Гурдев меня убедит. И я точно, как Гурдев, когда Гурдев уходит, там два линия, да, и я вперед пришел. Я всегда там стоял где-то, но Гурдев меня искал. Я когда Гурдев не искал, я говорю, мне надо стоять вперед. Он прошел теперь уже сидит, я, Гурдев, мне вот так, близко на меня Гурдев пришел, и вообще как будто Гурдев меня не видел. Я думаю, что Краисской Гурдевой, вообще мне не видит даже. Это раз не видел Гурдев. И я думаю, не знаешь что, я понял, почему он не видит меня. А то, как он ходит двой линия,, середине он ходит. Он всегда смотрит люди, где стоят у него правой стороной. Я второй день, я думаю, что говорю, я пойду с правой стороной. Я второй день стою с в Statue правой стороной. Грудеев очень близко, что стоял близко в мене, Грудеев сказал, молодец, что тогда как бы летишь, Поговорит, я сглазал, Грудеев мне сказали, что молодец, как хорошо ты переводил туда-туда. Грудеев как будто вообще меня не увидел. Они сейчас плохо стали, плохо не сходи, Молит говорит, Грудеев, не хочешь, что я переводил, Я второй день я переводил, но у меня немного сильный падал. И третий день я туда-сюда, три-четыре день, ну а, туда стоял, сюда стоял, вот так, вперёд стоял, там, ближайшее время я не дал. Может быть, я нету там. Я говорю, что хорошо, мне очень плохо стало. Я думаю, может быть, я больше не буду переводивать. Потом он говорит, не нужно, может быть, еще кто-то другой думает, что другой будет переводивать. У меня такое настроение. И это настроение, это раз, подмена морожили там, рубасанатом, комната там наверху. И после, по экрану, когда кончил, днем приблизительно где-то два-три часа или что-то, я у него комната пришел. И кто-то мне разговаривал, подмена мне сказал, заметил, что тебе плохое настроение, что все нормально. Я сказал, почти нормально, ну ненормально. Я сказал, искали, искали, что. Я сказал, я думаю, что Гурде больше не любит меня. Он говорит, Гурде вообще не хочет, что я переводил. Он сказал, а куда ты пришел, от такой тебе настроение пришел? Я сказал, ну я видел, когда раньше, говорю, всегда. Когда я переводил, говорю, всегда меня искали, меня пришел, мне всегда. Он сказал, молодец, и сейчас один недель прошло. Я все, что мог бы, я делал. Он говорит, даже мне глаза ни один раз меня не смотрят. Сейчас он на нас начал сказать, он начал улыбаться. Он сказал, а почему вы так? Он правильно сказал, и знаешь что? Он раньше тебе внимание дал, потому он думал, ты слабый. Я не знаю, что ты уходишь или ты остаешь со мной. Когда он видел все, ты пришел в мою семью сейчас, сейчас он внимание тебе не дает, он дает другому. Когда я слышал, я сказал, окей. У меня есть еще одна история, короткая. Просад Гуру Эхчу Гуру Дева прославит Шилу Гуру Дева. В 2005 году, в конце 2004 года, мне позвонил один из старших учеников Шилу Гуру Дева в России. И он начал оскорблять Гуру Дева. Он мне начал говорить, ты знаешь, что Гуру Дев, он не Саат Гуру, что он и так далее. А этот человек, он привел меня к Гуру Деву. Он меня привел к Гуру Деву. Я сказал, что я не хочу с тобой разговаривать. Я провесил трубку. Но этой минуты хватило, чтобы у меня в сердце закрали сомнения. У меня несколько месяцев, у меня были сомнения относительно того, что... То есть вот просто за счет того, что ты услышал Гуру Апаратху, да? То есть моя вера стала тухнуть, тухнуть, тухнуть и тухнуть. И произошла, потом я понял. Гуру Дев я поехал вдруг ни с того ни с сего. Меня позвали зимой в Индию. Жена меня отпустила в Индию. Я поехал в Индию и попал во Вриндаван, как раз в Рупсанатана Гаври Аматха и так далее. И я поселился в гостинице недалеко от Рупсанатана Гаври Аматха. Пришел на Даршан Божеств. И Расананда Брахмачай меня очень сильно отругал. Он мне сказал, что... Кто твой отец? Я говорю, да. Где его дом? Рупсанатана. Ты чей сын? Почему сын не остается в доме? С тех пор я только в Рупсанатане. Но я остановился в другом. Видимо, так нужно было. И к соседям пришел один человек. Вот. Этот человек остался ночевать на ночь в каком-то было свободное. И он мне всю ночь рассказывал историю своей жизни. Он рассказал такую интересную вещь. Я его имя не буду называть. Он жил в Израиле. Он жил в Израиле. Вот. Потом он пришел в сознание Кришны. Потом он уехал в Канаду. И он семь лет служил в Канаде в Искхоновском храме. Он был в Пуджае. Он читал очень много джапы. И говорит, у меня в сердце, у меня что-то стало происходить. Какие-то у меня эмоции стали происходить и так далее. Я начал спрашивать Искхоновских гуру. Что со мной происходит? Они говорят, ты слишком много джапы читаешь. Надо читать меньше кругов, тогда меньше проблем. Нога чапы это скрепление. Да. И говорит, я поехал в Вриндава. И папа на Хатсинь. В Канад Хатсинь. Это было перед Виаса Пуджи. Да, перед Виаса Пуджи. Я говорю, что я ищу в Индии. Я говорю, что я ищу в Индии. Когда я приехал, они живут в Индии. И они сказали, что я живу. Я говорю, что ты ускорбов OK. Я говорю, что у них родители к роду, которые они как-то ускорбов, что они не живут в доме, и они не живут в доме. Я говорю, что я veio им в доме. я там стоил в Канаде, и я до него ходил в Канаде и был в Канаде. Он ходил в Канаде и ударил все что-то, что он делает. А он ударил это с Семь Блейдом. Он возглавил его с Семь Блейдом, и его ставил очень много ударов. Он сказал там, что с Узаher является что-то, что нет, он не сам выглядит. И он поехал во Вриндаван, во Вриндаван и он попал на Радхакунду, и он несколько лет был под руководством Радхакунды, Расбабыча Махараджа. И он тоже ему задавал вопросы. Что у меня происходит в сердце? Он ему не отвечал. Он ходил ко многим Бабаджам на Радхакунду, ко всем, кто во Вриндаване, все в Саду считаются, известные в Саду. Он ко всем ходил, говорит, что у меня в сердце происходит? Объясните, вот у меня происходит такое, 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 такое. Никто ему ничего не мог ответить. И он, кто-то ему сказал, а есть вот такой преданный, что он в Активиданте на Радхакунду ходит к нему. И я пошел к нему, а Гурудеу, говорит, тогда легко было попасть. То есть в комнате можно было зайти спокойно. Я, говорит, зашел к Гурудеу, дадала поклоны. Значит, говорит, вот у меня, и Гурудеу начал, у тебя такое-то, вот это, это в сердце происходит, а потом это, а потом это, а потом то, а потом то. Я, говорит, я, скажу, я, по-насу-три, дам, ну, настаешь, Гуру, нахуй. Вот. И это, пара, я старался, что он говорит. Нет, он хотел ко всем Бабаджи. Он жил у Анандо Бабаджи два года, потом он ходил к разным садам в Линдавске. Кто-то сказал ему про него. Он сказал ему, что человек, ему не отвечает со мной. Он сказал ему, что, что он сказал ему, что он сказал ему, что у него все равно она его bên out. И я понял, что этот человек послал мне Грудеву, и у меня вера в Грудеву опять послала. И я понял опасность Гуру аппарата, что ни в коем случае нельзя общаться с теми, кто совершает Гуру аппарат. Просто даже если ты полминуты, если ты просто даже увидишь человека, который совершает Гуру аппарат, ты уже осквернился. То есть настолько она опасна, и только сам Гуру может тебя спасти от результатов Гуру аппарата. И вот таким вот образом еще у меня, как бы еще раз Грудев показал, что вот такая вот история была в моей жизни, которая утвердила мою веру в Грудеву. Да, это история не для вам, это для семь, это опыт. Мы тоже иногда можем попасть в такой ситуации. Господь. Мне очень страшно. Такие. Мы еще будем говорить о всех пунктах. И мы ждем на Суннах. Вы должны говорить о Боге? Я встретила Гуру Деву в 2004 году на фестивале в Волгограде, в России. До этого я практиковала в Исконе долгое время. И когда я увидела Гуру Деву, у меня не было еще вот этой мамоты Гуру Деву. Я его еще не считала своим, но я видела, что это Садху. Что это Садху, что он сидел на Вьесасане, представительно всегда он так сидел, Ачария. И я видела, что это Садху, что это святой. И я прямо вот сидела на Даршине, и он вот, когда на Даршине, он всегда вот так всех осматривал и как бы давал глазами свой Даршин. Вот. И я прямо чувствовала, что он прямо чистит меня вот в этот момент изнутри. Что мое сердце чистится вот прямо вот в этот момент, когда я сижу возле него. Ну даже не возле него, далеко. Вот. И слышала Хари Катху, и в этот момент уже мое сердце чистится. Вот. И с Волгограда я приехала уже, ну как это, уже готова, так сказать. В тот момент в Волгограде я не приняла Хари Наму. Вот. Но когда я вернулась в фестиваль, я уже была готова принять. В следующем году мы поехали на Картику, вот. И там уже я получила Хари Наму от Гуру Дева. А Гуру Дев, он всегда очень заботился о своих преданных, о своих учениках, о всех преданных. Он всегда говорил на Картике, мы слышали, вот на эту парикруму пойдите все. А на эту парикруму, вот если вот старые, больные, пожалуйста, ну вот, ну поберегите себя. Вот. Он всегда вот заботился обо всех преданных. Вот. И много, конечно, чудес с ним было связано. И у нас пропадали и паспорта. И еще, да. На Картике. И он предупреждал. Да. Что будьте осторожны. И когда получилась такая история, тут все много. Да, я сейчас расскажу. Такая история. Гуру Дев говорил всю Картику на каждой практической лекции. И все, и, ну, все, короче, говорили, что, пожалуйста, свои паспорта, документы, деньги, пожалуйста, не берите с собой на парикруму. Вот. Что лучше отдайте. Тогда Махарадж. Байганас Махарадж. Да, Байганас Махарадж, он как бы у себя в сейфе держал. Вот. А как бы мы, получилось, что мы не слышали. Слушали, но не слышали. И так получилось, что нас украли на тот момент документы. Вот. И я очень сильно молилась, говорю, Деву и, ну, Гирираджу, Махараджу, потому что на Гвардхане произошло. Вот. Чтобы вернулись, а деньги не важно. Главное, что документы, потому что ехать же обратно, да. Вот. И на следующий день произошло чудо. Кто-то принес документы вообще в целости и сохранности. Вот. Тоже такое чудо было. И еще, как бы, Гуру Дев мне очень сильно помог, вот, лично знал. Один раз так вот, так произошло. У меня очень были большие сложности в взаимоотношениях с семьей, особенно с семьей моего мужа. Вот. И все, что, как бы, мне люди со стороны говорили, предлагали, что, как можно разрулить эту ситуацию, ничего не помогало. А как родственники, они были против того, чтобы мы были, ну, как бы, Харе Кришна преданными. Все были против. Вот. И очень было тяжело практиковать в тот момент. И один раз так получилось, что я не поехала на Парикраму. Я, ну, плохо себя чувствовала. Я осталась, это было на Кавардхане. И я сидела наверху в нашем, в Мадхе, и читала джапу просто. И в голове вспоминала лекцию, которую говорил Гуру Дев вечером. Ну, вечернюю лекцию. И я вспоминала историю. И вот эта вот ситуация, которая сложилась, она в момент просто разрулилась. Как бы Гуру Дев и сердце, он мне прямо вот в этой лекции, я поняла, что эта лекция просто была для моей ситуации. Он просто разрулил ситуацию. И в тот момент я почувствовала такую ясность в уме, в сердце. Все. И наследует... Ну, как бы... И вот с этим настроением я приехала домой. Я сделала именно так, как я поняла, как надо сделать. И все в моей жизни, вообще все изменилось. И стала настолько просто практиковать. И как вот Гуру Дев, он действительно, он заботился о каждом. И в тот момент, когда Гуру Дев ушел, я прямо слышала. Ну, было горе, и все. Ну, как бы настроение такое. Вот. И я почувствовала, прям, как будто голос такой сказал, я никуда не ушел. И это действительно так. Гуру Дев никуда не ушел. Он с сердцем. Прежде всего. Он не с сердцем, он рядом находится. Он с сердцем находится. Я познакомилась с Клепи в 2008 году. А как бы с Гуру Девом поехала на Гаора Фурниму в 2010 году. То есть вот этот период прошел, довольно так продолжительные два года. И в течение вот этих двух лет любовь к Гуру Деву, как бы веру в Гуру Деву, она появлялась через преданные. Когда приезжали преданные, когда приезжали Махараджи к нам с Харикатхой, да, рассказывали. Я слушала Харикатху, я как бы видела высоту Вачнаф, чистоту Вачнаф. Я понимала, какой же, думала, какой же должен быть Гуру Дев, если вот его ученики приезжают, они настолько возвышенные. И вот постепенно, как бы через Вачнаф, вера в Гуру Дева, она укреплялась сердцем. Очень удивительно было отношение, которое в Санге. То есть до этого я не встречался с такими отношениями, с такой теплотой, с такой любовью, которая в Санге между преднами возникает. Есть вот эти отношения, это любовь. Когда в 2010 году я поехала на Гауру Пурниму, в Навадвипа, в Ладибетхаму, я там увидела, какие отношения удивительные между Махараджами. Это настолько удивительно, настолько любви и заботы. Тогда, когда уже Шел Гуру Дев начал проявлять его уходы на картике в 2010 году, я увидела, сколько упреданных, сколько болей внутри, сколько переживаний, сколько любви. Потому что тогда, когда Гуру Дев давал Дашу на картике, еще как бы не было слышно, не было видно, что Гуру Дев выходит. Но уже в воздухе чувствовалась какая-то атмосфера, что так, что-то есть, что-то вокруг, все менялось. А потом, после того, как вот эта атмосфера возникала, уже видишь, ага, преданные, куда-то побежали. Все вокруг, все вокруг сбегаются и все вокруг бегут туда, где комната Гуру Дев, для того, чтобы увидеть, для того, чтобы почувствовать Дашу. Когда Гуру Дев дает Дашу, все преданные, они просто отовсюду, с крыш, с балконов, то есть отовсюду они находятся, они смотрят, они вот как бы, вот все превращаются в слух. То есть, и когда вот с таким чувством сталкиваешься, с таким отношением преданных сталкиваешься, с такой любовью к этому месту, преданным Гуру Деву, эта любовь, она передается, и оно, вот как бы, это чувство, оно начинает в сердце появляться и расти. Я очень неоплатно долгу перед Шил Гуру Деву, что я попала в семью Шил Гуру Деву, и что мы и семья Шил Гуру Деву. Неоплатно долгу. Гуридов, неоплатно долгу. Ахе-хе-хе-хе-хе-хе. Устарка, как Пручь, да? Ммм, я доуму. Ваше время. Бешом, вер? Бешом, вер? Бешом, вероят. Без закладки. Еще куда там? Душу. Индолеком. Индолеком? Я просто не могу говорить, я сразу плачу. Но сразу заплачут. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ко мне стала приходить Вера Я приехала на Картику Но мысли у меня были совсем о другом То есть Махабагава Тавачнаф находился совсем рядом Но мне не хотелось близкого общения То есть когда он приехал на московский фестиваль У меня тоже не было такого Я все время была занята какими-то своими проблемами и переживаниями Когда Городев ушел в духовный мир Я внезапно подумала А как же развивать с ним отношения? Он же папа И просто все книги, которые он сейчас заставил Которые мы читаем Да все Его наставления Его наставления не очень важны Как мы можем отплатить нашему духовному учителю? Он приходит для того, чтобы рассказывать Харикатху Он приходит позвать в нас в духовный мир Если мы не стремимся понять это То для чего мы находимся рядом? Для чего мы стремимся быть с ним? Поэтому Что мы сейчас можем делать? Это Слушать его наставления Пытаться ему следовать И тогда он будет доволен нами Еще Патри Монанда Прабу рассказывал Много удивительных историй О Городеве И почему-то сегодня я вспомнила Такую забавную историю Все знают, что Городев очень любил Ромаину И Когда он еще был в школе Он любил на переменах Рассказывать Ромаину А там был один вредный мальчик Он Начинал шуметь Что-то делать Всех беспокоить Вот И Как бы Все пытались успокоить этого мальчика Но он не успокаивался Один раз Как бы Его посадили в комнату А мальчик кричит оттуда Меня ест змея Конечно, ему никто не поверил Потому что Мальчик он любил Как бы провоцировать И внимание на себя Перетягивать Чтобы никто не слышал Ромаину Вот И к вечеру Когда Открыли дверь Они увидели, что Мальчика правда съела змея То есть Она Впилась ему в шею И у него там уже Пена была изо рта Кровь Он весь был Бело-синий Пришли родители Они Они плакали Они говорили Что же это за школа такая Что тут вообще детей Змеи едят То есть Питон огромный был И Гурадев Он Прочитал ему Какие-то мантры На ухо И этот мальчик Он пришел в себя Более того Он Он стал приходить И так же Слушать Ромаину И Получать наставления От нашего Гурадева Хотя Он был еще мальчиком Он еще ходил в школу И семья Гурадева Она была очень необычная Она была очень возвышенная Один раз В деревню Их Пришел один йог Который умел ходить по воде И Вся деревня Они пришли Для того Чтобы Посмотреть на это А дедушка Он не пошел Они говорят Ну как же Ты не пойдешь Там же Ну Как бы По воде ходит Говорит Да А что мне это даст Но я увижу Это чудо Что оно мне даст Вот если бы Он переправил меня Через океан материального бытия В духовный мир Если бы он мне это показал Тогда бы я пришел А переправиться можно и на лодке В этом нету никакого Как бы Чудо Нету никакого смысла Польза никакой Да Я была в Матхуре В 2011 году Я увидела Как Все очень любят Городева Даже Мы когда выбирали Саи На рынке Один продавец Он говорит Вы откуда Мы говорим Кеша Городя Матх Он говорит Да Ше Бахтина Танарай Махарадж Он приходил Ко мне Он сидел На этом месте И он выбирал Ткани для божеств Он очень возвышенная личность И когда ходишь по Матхуре Все знают Городева У него было столько учеников Когда он начал активно проповедовать по всему миру Он говорил Что у меня 10 тысяч учеников в Матхуре Но сейчас я езжу И они меня видят крайне редко И когда они видят меня Они плачут И это правда так Даже когда он ушел Комната Городев Которые проводят Город Пуджи Утром и вечером В ней всегда много Матхураваси Они Они Когда предлагают Фитильки Они плачут У них столько глубокой любви Мне как бы сложно это понимать Что такое Чистая Бескорыстная Любовь И на этом закончим Можно еще чуточку Во Вриндаване Во Вриндаване Вот когда мы приходим Там на Лойбазар Там или где Там в основном Вот все эти Ну в Раджаваси Они Они как бы Гаслами Они Гаслами То есть они Каскавы То есть у них там свои Куру и так далее Вот Но приходишь То есть Заходишь в одну лавку В другую В третью И вот в прошлом году Когда Городев уходил Спрашивают Индубатик Как у Городевы дела Как у Городевы В одной Даже все Ваджаваси Которые У них Такой абиман большой Что они Гаслами И так далее Они Все Нашего Городева Городев Называют Как Городева Как Здоровье И так далее На самом деле Я Городеву Ни разу Физически не видел Не встречался с ним В 2009 году Я начал искать Преданных Я стал искать Преданных По интернету Везде Ну и В общем Нашел Меня Нашли Меня Пригласили Я пришел К преданным На программу В Кемерово Пришел Я тогда еще Вообще Ничего не знал Чем там занимаются и что там делают вообще. Я зашел, все красиво играют на каратавах, на медангах, смотрю, портрет какого-то дядьки висит на стене, симпатичный такой, с голубыми глазами, молодой. Мне понравился. Ну, в общем, все, когда проиграли, познакомились, и я задаю вопрос, а кто это у вас тут висит на стеночке? Ну, это говорит, наш Грудев, потом расскажем про него, ну, хорошо. Ну, и потом это наступило, начали рассказывать про него, рассказали. В общем, Грудев имеет такую силу даже притягивать к себе, к себе даже через изображение. Потом я посмотрел лекции, катху, посмотрел. И в 2010 году, 10 сентября, приехал Неми Махарадж по поручению Грудева давать Харинаму. Я об этом узнал и, даже не раздумывая, принял Харинаму от Грудева через Неми Махарадж. Это настолько приятно и радостно принять в сердце человека, личность, которая может показать тебе окно в духовный мир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Но когда все шоколады Гуссвами когда ушли, и Шванакады Риши и другие мудрецы, они не были там, и они хотели слушать Харикатаха, что Бхагатам, то шоколады Гуссвами рассказали. Но сейчас они никому не пришли, никому не ушли, они пришли сразу в Сутта Гуссвами, они пришли и дали вопрос у Него. Почему они дали вопрос у Него? Потому что бхакти не зависит от ваших, где вы или адрес, и какой семья вы, какое у вас богатство или что-то. Это только зависит от милосты Гурдейв, он слышал это Харикатаха, он был далеко от Шоколады Гуссвами, но у него был сердце такой, у него был сердце такой мягкий, что когда он слышал, он все, что Шоколады Гуссвами рассказал, это он все принимал в свое сердце, а там другие мудрецы, они все мудрецы, говорят Шанакады Риши, Риши это мудрец, Шанак и другие муши, Риши, они пришли, мудрецы они пришли, они пришли, они прошивают Сутта Гуссвами, можно сказать, что они знают, что потому что у него очень мягкое сердце, и он все принимал, он может рассказать все. А там Чудрый Марок говорит, что вот так должен быть преданный ученик, ему тоже надо стать, что у него сердце было очень мягкое, так в мягкое сердце, когда он будет слушать, он может принимать все Гурдейв, от милосты Гурдейв он может стать настоящим преданным, одни свои усилия. Сутта Гуссвами, когда они пришли, они относятся ко мне, скажи, что человек может быть, он получил, он может неизвестить, он может быть, он может быть, они не пришли. Та он из-за этого слова, у него есть за rising и эти шансы, тех, кто вы нашли, как у него и из-за этого язык, что он очень нравится. У нас еще раз Риши это действительно есть из-за этого иeni, тогда Шанак и другие мудрецы, они сейчас вопрос дали Сутта Гуссвами, И когда Сутагасвами гаанин шесть вопросов да, сели Шримад Бхагатам есть ответ, это шесть вопросов. И когда сейчас Сутагасвами начинает разговаривать с Шримад Бхагатам, в начале, обратно, Он молял Своей Груде. Пожалуйста, о Груде, дай мне милец, что я мог бы рассказать о Шримад Бхагате. Есть слог, например. Это еще. Сутагасвами. Это, на самом деле, это Груди, не говорит. Почему мои грамма-гьян не author-повсисты? Они не в этих словах. Они родились на Майя. Они не хотели, о том, что так сильно, они и животные, и жена, и драмвагину,殴 culinary цели, 3. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас он повторяет на шлопе, как переводится на шлопе? Он говорит, что мой грудель не был простой, все дети, мать держит, это дети в своей цели, 9 месяцев, но мой грудель, Шкуте Гусами, он 12 лет жил в своей мате, внутрь мате, и когда он родил, он сразу, без никакой церемонии, как в этой культуре традиции есть, церемония делается, когда рыбалка, что он прочитает, нитка, это церемония, и другие, другие церемонии есть, но он ничего, никто, ничего не мог делать, никакой церемонии, и сразу, когда он родил, он ушел к лесу, и сразу он стал брахмагяник, и сейчас каждое дерево, даже у его папы, он тоже кричал, что, о мой сын, о мой сын, и можно сказать, что Шкуте Гусей кричал для своего сына, даже когда он ходил, тогда все дерева, все листы, каждый лист они кричали, о мой сын, о мой сын, почему? Когда он говорит, что, когда он стал преднем Господу, тогда он такой могучий, он такой, у него природа такой сладкий, то все любят у него, потому все дерева, все листы, которые кричали, о мой сын, и еще можно понять, что это, что Шкуте Гусей говорит, что все листы, все дерева, там есть в моей груди, и, пожалуйста, потому что вы такие могучи, пожалуйста, приходите внутрь моего сердца тоже, что, какой вопрос они мне дали, я мог бы рассказать ответ для этого вопроса? Я не думаю, что это, как кричал? а и 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 В этом моменте есть слава Гурдейб, когда Вьясадеб он сам в Афшата Инкарнация когда Вье Ша behал, когда Вьясадеб он не решает наиболее церковь То Вьясадеб он сказал, что Вьясадеб он сам��, как Господь! Народ Муни пришел, когда это, что он не успешный, это он рассказал все о Народ Муни. И когда Народ Муни слышал, он дал инструкции, что у него надо делать, какой книг у него надо написать и что надо написать в этой книге. От этой игры вообще-то он господ, он не как, что он может стать успешным, что у него какой-то дискомфорт или он не понимает, что происходит. Он делает все игры, он дал урок от этой игры нам, как люди, как мы, что без Гуру ничего невозможно. Когда Гурадер дал милост, он дал инструкции, если не дал у него свой вопрос, тогда он может решить этот вопрос. Я думаю на эту игру показывал, что кто говорит, что говорит Зло Муг... а и 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 он рассказал что надо написать и дальше что надо дел это время Нарадмуни рассказал всё о его жизни о своей жизни он рассказал Нарадмуни тоже непростая Нарадмуни от 24 инкарнации Господь Твои Мель 3 инкарнации читается вот такой Малуше Нарадмуни Нарадмуни в своей жизни сейчас рассказал он сказал Как я получил Бхакти так быстро откуда я получил Он тоже рассказал, что я клянусь, я тебе скажу, что я говорю, это все правда, что я очень быстро получил эту практику. Почему? Потому что милость вечна. Была такая ситуация, что был чатур-маз, и эти чатур-маз пришли преданные у нас в доме, и моя мазь и я тоже служили этим преданным, это 4 месяца. Когда мы слушали, тогда я не был как другой ребенок, я очень спокойный ребенок был, они читали, что я очень разумный, я всегда, что они рассказали, я слушал внимательно, потому что они все это преданные, они мне милость дали, от его милости я стал, так быстро я стал преданным. Продолжение следует... Сейчас это Шинад Бхагатам можно читать, это Шинад Бхагатам есть такой книги, где везде есть слава Гурде. И Шиларупа Кусамми говорит, что это Бхагатам. Как это переводится, это слово Бхагатам? Он говорит, что Бхагатам это есть книги, где написал все слава по Бхагаван, Господь. Но это Бхагатам тоже. Все слава написано для преданных тоже. Можно читать, что Господа нету без преданных и еще преданных тоже нету без Господа. Невозможно, что преданных может быть без Господа и не может быть, что Господь тоже может быть без преданных. И сейчас он сказал, что мы кончаем сейчас днем рассказать по словам Гурде. Но я хочу, конкретно я Гурде буду рассказать о Гурде. И сейчас мы начали. И что я рассказал, это все надо. Вы можете слышать много-много характера по Гурде, но что я хочу вечером сказать, это... Как можно сказать? Уникально. Слухарная опция. Концентрировать на эксклюзиву. Я не знаю, я тебе говорю, это английское слово или русское? Это английское слово или русское? Ну, вы понимаете. Но русское есть же эксклюзиву. Ну, я тут то я не знаю. Смотри, я очень много. У меня есть хвангет по мне. И я сейчас в английском языке. У меня есть хвангет в ржня. В ржангет. Я рада, мадха, бад. Я рада, мадха, бад. Я рада, мадха, бад. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok